Самое, конечно, представьте себе, самое трудное, это когда ты должен дальше делать. Ты привык, что они откуда-то берутся, эти песни. Это все происходит с тобой, ты стал уже сочинителем. Кстати, я вам расскажу сейчас одну интересную штуку. Я на радио Балтика, нужно было отдать себе отчет достаточно быстро, вот если ты не стал популярным, достаточно быстро надо отдать себе отчет, быстренько, реши, все, тебе от этой жизни надо, что? Вот эти ребята растут, здесь я зарабатываю, здесь я пишу, здесь у меня откровение, вот это откровение. И в этот момент ты ощущаешь, да, и вдруг ты понимаешь, что ты работаешь. А, в смысле, когда ты отдаешь себе вот эти вот отчет, отвечаешь на эти глобальные вопросы, в это время ты работаешь. Зарабатываешь деньги, ходишь на работу. Я работал на радио Балтика, вот, замечательная радиостанция, вообще там, которая, это лучшее, что вообще могло случиться, потому что, конечно, я не предполагал и не думал, где же я могу вообще работать. А тут там, мне пришел один известный человек, сказал, что, ты знаешь, я спел твою песню, она стала популярной, иди на радио Балтика тебя там знать. Это было достаточно, все, я пришел на радио Балтика. Вот, и я начал сочинять рекламные ролики, и вот, вот эта песня, она звучала изначально, знаете, вот так. «Ковровые покрытия на стенной панели, в магазинах Элис есть все, что вы хотели, и по такой цене все это только мы». Я не любил группу «Смоги», просто я ей сказал, «Миша, вот есть магазин Элис, они заказали рекламу, пожалуйста, напиши». Я договорился, позвонил, договорился, как бы, нам 30 секунд разрешили использовать. 30 секунд, значит, я, я написал, значит, ой, сколько потом было, и когда я написал, первый человек, который не засмеялся, это был Женя Феклистов из группы «Конец фильм», который пришел ко мне на кухню, мы ели борщ, и я ему спел там «Славя Богу, славя Богу», и он так, смеется, причем, кому я другим пел, все смеялись, он не смеется и говорит, «Это с ложкой, хорошая песня, жалко, что народная». Я говорю, «Женя, какая народная, да, ведь вот тут сочинился?» И он говорит, «Да, да, да, да». И мы стали потом сочинять, причем там не все куплеты, Света, потому что там есть куплеты, «С нами Юля, с нами Илья». Он хитро лопнулся из-под нижнего белья, на добричины веские. Там было много куплетов, но мы просто вот избрали там, значит, и вот у нас, поскольку одному же неправильно рассказывать, ну, представьте себе, что ты сидишь и самому себе рассказываешь анекдот. Правда, иногда они бывают очень удачные. Вот, я сегодня вспомнил анекдот. Знаете, звукорежиссер приходит в церковь, не знаете, нет? Звукорежиссер приходит в церковь. Свечечку. Господи, ты слышишь меня? Раз, раз, раз. Мне кажется, что это вообще выражение вот этого действительности вообще музыканта. Когда он выходит к микрофону, господи, ты слышишь меня? Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Вот. Я вам хочу спеть песню такую, которая долгое время оставалась стихом. Это есть сейчас вот о том самом, о таинстве. То есть, вот ты даже сам не можешь предположить, как это, какими путями, на какой улице живет это стихотворение, и как построить через Яндекс или Гугл, как построить маршрут, чтобы к этому стихотворению приехала музыка, и оно осуществилось. Вот. И когда там, а, они все время слетают, эти программы, вот здесь, Яндекс, там, все, все, гугл, все слетают. Только начинаешь строить. И думаешь, что я уже научился, вот я уже сейчас понимаю, как делать. То есть, а, все, я вспомнил, я сейчас соединился, я еще вам дорасскажу потом про радио Балтика. Это интересно. И вот эти вот, потому что, когда тебе делают заказ, ну вот, когда тебе говорят, что сочини песню, нам нужна песня про ковровое покрытие, значит, веселое, вчера. Вот. И ты делаешь, как бы, вот. А когда ты сам являешься заказчиком, вот это уже вот интересно. Ты, ты, ты вообще достаешь всю душу вообще из этих заказчиков. Вообще, вот, ты понимаешь, что, во-первых, во-первых, посмотрите, это божественная вещь. Когда ты сам себе заказчик, ты думаешь одну вещь, очень важную. Как не быть таким датским заказчиком? Как быть настоящим заказчиком любви, чистоты и откровения, высоты, глубины? Мне не хватает себя, я призываю твой голос. Как же это случилось, ему затеряться? Ах, бывает, достаточно всего лишь обняться. Любовь, вот слово, которым все это должно называться. И в глазах наших ангелов пенятся искры салютом. И ты знаешь, я доверяюсь этим минутам, ибо считаю их ни много ни мало прозрением. Это из начала времен, по моим наблюдениям. Где первопричинная дикость наших объятий? Абсолютно меняет направлением всех понятий. Наполняю их русло свежестью и освещаю. Смотрим и сливаемся, Несправедливости миру прощаем. И черпаем языка на любви своими убогими кружками, С нашими странными, но милыми сердцем подружками. И если найдется, кто все это осудит, Пусть встанет и скажет, ему ничего не будет. А линией жизни все бежит, рисунок меняя. Я умру смеясь, никого не обвиняя, С выражением нашедшего выход за влучшего. Если любовь была, смерть не самая худшая. Пусть не кончаются уроки безудержной ласки. Страдайте на носке, на ласке. Влага тела превратится в вино, И мы будем пьяны. Кипите моря и озера, Меняйтесь в местах страны. Черпаем языка на любви Убогими кружками с нашими странными, Но милыми сердцем подружками. И если найдется, кто все это осудит, Пусть встанет и скажет, Ему ничего не будет. Ему ничего не будет. Ему ничего не будет. Ему ничего не будет.